Утро на Радио Спутник в Крыму. Мы готовим вас к новому дню. 7 часов 35 минут. Всем доброе утро. У микрофона Светлана Райзина сегодня. Я вас всех приветствую. Перед тем, как перейти к беседе, напомню, во-первых, что уже наступил четверг, 28 сентября, с чем я вас поздравляю. Ну а во-вторых, напомню, что можно подписаться на телеграм-канал Радио Спутник в Крыму и быть к нам еще ближе, наблюдать за тем, что происходит в студии прямого эфира. Фото, видео, новости, все здесь вы обязательно найдете. Телеграм-канал Радио Спутник в Крыму. Также подписывайтесь на нашу группу Радио Спутник в Крыму в социальной сети ВКонтакте. Но мы переходим к новой теме. Говорить будем сегодня в ближайшие минуты о сердце. Ежегодно в сентябре отмечается Всемирный день сердца. И накануне этой даты мы поговорим о том, как сохранить здоровым свое сердце и что ему может угрожать. На связи с нашей студией доцент кафедры внутренней медицины номер 2 Медакадемии имени Георгиевского Крымского федерального университета Елена Доля. Елена Михайловна, здравствуйте. Доброе утро. Елена Михайловна, ну давайте разбираться, что угрожает вообще нашему сердцу и какие болезни самые распространенные, от чего хотелось бы всех уберечь. Нашему сердцу угрожают такие факторы риска, всем известные, как курение. То есть не имеет значения, сколько курит человек, сколько сигарет он выкуривает, но сам факт курения очень большая беда для сердца. Вторая угроза — это повышение артериального давления. То есть это как само заболевание сердца, так и оно влияет на саму функцию сердца. Поэтому тоже всегда просим наших и пациентов, ну и будем говорить здоровых людей, чтобы они контролировали свое давление и знали, какие у него цифры артериальное давление. А третья очень важная составляющая — это уровень холестерина. Не все люди знают, какой у них холестерин. Поэтому когда проходит диспансеризацию, она ежегодная, и определение уровня холестерина в определенные годы тоже происходит. Поэтому не просто пройти диспансеризацию, а потом и узнать ее результаты. Потому что есть холестерин в норме, есть повышен, а если повышен, то тоже надо на это обратить внимание. Ну и, конечно, избыточный вес, ожирение, о котором сейчас много говорят, имеет значение не только повышенная масса тела, но и развитие ожирения, имеет большое значение для сердца абдоминальное ожирение. Когда окружной стали у женщин больше 80 сантиметров, а у мужчин больше 94 сантиметров. То есть вот такие... Сразу идет нагрузка на сердце при таком весе. Сразу идет нагрузка. При таком весе именно в таком типе отложения, ну вот именно жира, жировых отложений, оно имеет большое значение для сердца. Ну и из этого вытекает уже повышение уровня сахара в крови, дело в том, что не только вот когда стоит диана сахарный диабет, а когда у пациента может, ну просто обычного человека, может повышаться сахар натощак, да, например. Или когда ему определили через два часа после еды, и говорят о том, что у вас сахарного диабета нет, но сахар повышен, да, уже не норма. Это тот случай, когда нужно обратить на это внимание. Еще можно с диетой провести коррекцию, да, этих изменений. То есть еще не принимать таблетки. Дело в том, что повышенный сахар в крови, он тоже влияет на функцию сердца. Ну и из этого тоже вытекает это малоподвижный образ жизни. Сейчас многие используют транспорт, вот мало двигаются, ну а от этого и ожирение, и гипертензия, и повышенный сахар в крови. Так, ну в общем-то основные угрозы понятны. Основная профилактика, исходя из этого, тоже в принципе ясна. Здесь вовремя сдавать анализы. Вот может быть тогда основные анализы, которые обязательно мы должны сдавать, и с какой частотой вы нам расскажете, чтобы понимать, что с сердцем все в порядке, или вовремя обратить внимание на какие-то неполадки в работе? То есть на уровень холестерина обязательно, да, проверяем? Да, дело в том, что вот приглашают на диспансеризацию здоровых людей. И иногда вот молодой человек думает, зачем мне проходить обследование? Я же здоров, да, у меня ничего не беспокоит. Вот для этого стоит диспансеризация, где соответствование каждому возрасту есть определенный спектр анализов, которые регламентируются и назначаются. И вот определение там общей анализы крови, сахара, крови, уровня холестерина, это очень важно. Потому что если эти показатели повышены, и даже у человека, который ничего не беспокоит, это говорит о том, что нужно что-то, может, поменять в питании, да, можно что-то поменять, там, физической активности, какой-то образ жизни изменить, чтобы в будущем не привело к развитию заболеваний, которые уже потребуют назначению лекарств. Ну и, конечно, сами заболевания же могут осложняться такими серьезными катастрофами, как инфаркт, инсульт. А оказывается, что человек, например, был гипертоником и не принимал лекарства. Тоже, но очень серьезно. Ну и тогда второй вопрос по признакам, признаки нарушения работы сердца. Вот какие самые серьезные, важные, основные вы можете выделить? Ну, самое серьезное, о котором мы тоже говорим нашим пациентам, это боль за грудиной, сжимающего, дальше характера. Это признаки стенокардии. А если эта боль длится более 20 минут, и она не проходит, не снимается нитроглицерином, то тогда в этом случае нужно вызвать обязательно в скорую медицинскую помощь, потому что, чтобы не пропустить инфаркт. Рассказывали мне пациенты такие случаи. Так, Елена Михайловна. Да-да-да, слышим, связь остановилась, чуть-чуть прерывалась как раз, наверное, на самом интересном. Еще раз, да, попробуем. Давайте еще раз попробуем связаться с нашей гостью. Как раз мы обсуждаем, что может быть самым таким серьезным и тревожным признаком, и почему надо экстренно сразу вызывать скорую помощь, если вдруг более 20 минут вы чувствуете острую боль за грудиной. О работе сердца говорим мы сегодня не просто так, потому что ежегодно в сентябре отмечается Всемирный день сердца, и мы обращаем внимание особое как раз на эту дату. Елена Михайловна, слышите ли вы нас? Все хорошо? Да, все хорошо. Да, связь восстановили, но вот на самом интересном об истории от студентов мы завершили беседу. Дело в том, что рассказывала студентам о случае, который был с пациентом, что были боли в области грудной клетки, такие типичные для стенокардии. Пациент за медицинской помощью не обращался, хотя ему нужно было обязательно обратиться к врачу. А следующий приступ у него закончился инфарктом. Поэтому надо обращать внимание, если появляются такие симптомы, обязательно обращаться за медицинской помощью. Сейчас я хочу. То есть здесь с сердцем, если уже что-то болит, то тут все серьезно. Здесь надо сразу у врача. Нельзя ни в коем случае такую боль терпеть или надеяться, что само пройдет. Наверное, абсолютно верно. Давайте еще поговорим о возрасте наиболее опасном, когда уже точно надо проходить диспансеризацию, если, может быть, время диспансеризации не подошло самому сдать анализы, пойти. В какой возраст в зоне риска больше всего и молодеет ли заболевание сердца? Всегда считалось, что у мужчин это возраст старше 40-45 лет, а у женщин старше 55 лет, когда наступает менопауза. Считалось, что это возраст, который может быть фактором риска заболеваний сердца. Но в настоящее время у нас заболевания сердца молодеют, потому что, я думаю, скорее всего, это связано и со стрессами в нашей жизни, и с изменением образа жизни. Поэтому инфаркты миокарда чаще не встречаются у мужчин более молодого возраста. Это может быть возраст уже и 30-35 лет. Поэтому такие катастрофы для сердца, как инфаркт миокарда, эти заболевания, к сожалению, молодеют. Поэтому возраст не является фактором тем, что я молодой, и у меня не может быть проблем с сердцем. К сожалению, это не так. Мы с вами сказали о таких индивидуальных профилактиках, как больше ходить, не питаться вредной едой и так далее. Существует ли какая-то глобальная профилактика, может быть, общая информированность или методы лечения какие-то новые появляются? В глобальном плане что делается, чтобы каким-то образом либо эффективнее лечить болезнь сердца, либо вообще от них избавляться? Основная настроенность врачей всегда на профилактику. И лучше, чем первичная профилактика, то есть когда мы можем повлиять на факторы риска, о которых мы сегодня с вами говорили, лучше ничего не придумаешь. Конечно, существует такое понятие, как вторичная профилактика, когда у пациента уже есть заболевание сердца, и мы уже должны настроить пациента на то, что нужно принимать лекарства. И, к сожалению, некоторые препараты нужно принимать ежедневно и постоянно, на что не всегда наши пациенты готовы и согласны. Но это нужно убедить и повысить приверженность наших пациентов к лечению. И заниматься уже вторичной профилактикой, чтобы не было катастроф в организме. Конечно, есть общие рекомендации, о которых мы сегодня говорили. Но когда нужно подумать о том, что может ли быть проблема с сердцем, нет, когда есть наследственность, обязательно нужно об этом помнить со стороны родителей, бабушек, дедушек. Когда нужно посмотреть на свои особенности организма, посмотреть на то, ну, как ты живёшь, да, что ты кушаешь, как ты двигаешься. Это очень важно. И самое важное, что это нужно делать, когда ты молод, когда ты здоров, ну и когда, наверное, ну ещё не задумываешься про это. Гулять, гулять больше, двигаться. И сейчас у нас прекрасное время. Вот в Крыму прекрасная осень. У нас хорошая погода. Вот у нас много фруктов и овощей. Поэтому, можно сказать, нам очень повезло. Прогулки, держа в руках яблоки свежие, крымские, наверное, ничего не может быть лучше. Но вот так почему-то всегда и получается. Чем проще профилактика какой-то болезни, тем быстрее они забывают. У нас как-то люди больше хотят делать то, что сложно. А вот то, что очень просто, не всегда у них получается, увы. Скажите, пожалуйста, Елена Михайловна, а болезни сердца это уже навсегда? Или можно их вылечить и вообще забыть о проблеме? Есть заболевания сердца, которые можно вылечить. И о них можно забыть навсегда. Но есть заболевания сердца, такие вот известные, как ишемическая болезнь сердца, стенокардия. Это хронические заболевания. Артериальная гипертензия — это хроническое заболевание, которое, к сожалению, вылечить невозможно, но возможно достигнуть компенсации, когда благодаря медикаментозной терапии или, может быть, хирургическим методом лечения можно добиться того, чтобы человек чувствовал себя хорошо, чтобы он был полон сил, чтобы он имел возможность работать. Это возможно. Это возможно. Но, к сожалению, некоторые заболевания требуют, я добавлю, постоянно приёма лекарств, например, повышенное артериальное давление, артериальная гипертензия. Многие пациенты не могут решиться на этот шаг постоянного приёма лекарств. Им кажется, что месяц принимай, и всё пройдёт. К сожалению, это не так. Ну, здесь, конечно, самоорганизованность должна быть. Больше ли сейчас появляются людей с врождёнными какими-то патологиями сердечными? Ну, вы знаете, я доктор-кардиолог, который лечит взрослых людей. В своей практике, ну, это после 18 лет, в своей практике пациента с врождённой патологией сердца я встречаю не так часто, и я не увидела какой-то тенденции к увеличению. Вот, ну, это вот, наверное, вопрос к детским кардиологам, есть ли какие-то... Ну, тут, знаете, да, и к детским кардиологам, и, в принципе, это, наверное, ещё и ответ на вопрос, насколько эффективна профилактика. То есть здесь мы не говорим о том, что вот у всех повально врождённые какие-то заболевания, и там ходи или не ходи в течение дня это не поможет. Здесь мы ещё раз подтверждаем то, что пешие прогулки, сколько, насколько я знаю, минут 40, да, в день достаточно для того, чтобы поддерживать свой ритм сердца в нормальном состоянии. Вот это будет хорошо и правильно для организма. Действительно, это 30-40 минут в день ходьбы, но имеется в виду это время не за весь день, а это, например, вы не поехали на маршрутке, например, на автобусе, а вы там 2-3 остановки прошли пешком. То есть это ходьба в течение какого-то времени. Вот это очень важно, потому что именно в этот момент проходит кардиотренировка для вашего сердца. Ну и спрошу, конечно, насколько вперёд продвинулась медицина в вопросе лечения заболеваний сердца, как с этим обстоят дела в Крыму. Это тоже очень важно, потому что от того, как у нас оснащены поликлиники, больницы, зависит то, как скоро мы сможем излечить наше население, да, и там облегчить ситуацию, если она вдруг возникла. Лечению заболевания сердца в Республике Крым уделяется большое внимание, и под руководством главного кардиолога Крыма у нас проводятся мероприятия, идёт, ну, уже и было, и есть оснащение и поликлиника, и больницы, и в новой больнице Семашко на очень высоком уровне проводятся кардиохирургические операции, очень достойно, что мы можем нашим пациентам оказать самую необходимую помощь, и пациенту не нужно ехать за пределы нашей республики. Вот это, кстати, важно. У нас в Крыму оказывается весь комплекс, ну, так образно назову его, кардиологических услуг, или всё-таки есть такие операции какого-то там сложного уровня, которые у нас ещё не осуществляют, и приходится выезжать в другой субъект? Ну, это всего несколько операций, которые не проводятся в Республике Крым, они достаточно редко, такие патологии встречаются, поэтому, конечно, в этом случае пациентов отправляют в федеральные центры, где такие операции делаются, можно сказать, ежедневно, да, со всей России, где и аппаратура, и специалисты подготовлены для этих операций, но это какие-то очень-очень редкие. В основном те, которые требуют для наших пациентов, это кардиохирургические операции, такие, как, наверное, слышали, стентирование, агиопластика, это шунтирование, протезирование клапанов, имплантация искусственных водителей ритма, всё, что нужно для спасения жизни наших пациентов, для улучшения их качества жизни, ну, для и лечения, всё проводится в нашей новой больнице Симашко, ну, для всего региона, но и в других городах тоже проводятся, в других городах республики Крым тоже проводятся эти операции. Эти операции бесплатные, они благодаря нашему медицинскому страхованию, поэтому при показании пациентам оказывается вот такая специализированная кардиологическая помощь. Елена Михайловна, давайте ещё о стрессе с вами поговорим. Стресс действительно влияет на работу сердца, и не зря мы сразу хватаемся за сердце, если вдруг что-то такое серьёзное в нашей жизни случается. Если с питанием это всё ещё можно как-то ограничить, ну, например, заставить себя не есть вредную еду, то иногда с эмоциями так не получается, но мы не можем заставить себя не нервничать. Сколько мы будем себе говорить, не надо нервничать и переживать, иногда это вот просто не от нас зависит. Как влияет стресс, и как быстро может проявиться, отразиться на сердце наше стрессовое состояние в течение часа? Или оно может потом, через месяц, дать какой-то сбой благодаря стрессу, который был ещё когда-то давно? К сожалению, стресс негативно влияет на наше сердце. Можно сказать, оно его, как шок, как шок для сердца, изнашивает его работу, заставляет его работать более интенсивно. И стресс может вызывать и нарушение ритма, и повышение артериального давления тоже, что не добавляет здоровья нашему сердцу. К сожалению, и острый стресс, когда вот такой очень сильный, это может быть какие-то и положительные, и отрицательные эмоции, очень сильные. Они могут вызвать, ну вот говоря, эти симптомы. Но и длительный хронический стресс, он тоже оказывает очень-очень негативное влияние. И действительно бывает так, что человек мобилизируется, и он долгое время идёт компенсация. Да, он чувствует себя таким как-то собранным, он справляется с этим стрессом, всё хорошо. И вот стресс закончился, да, какая-то ситуация закончилась. Да, всё разрушилось. Всё разрушилось, и у него начинается такая разбалансировка организма. Тоже в моей практике были случаи, когда обращались пациенты с проблемами, нарушениями ритма и с повышенным артериальным давлением. И они говорят, ну причины нет для этого, почему это происходит. Мы выясняем, что какое-то время назад была очень сильная, или долгая, или короткая, но очень сильная стрессовая ситуация, которую пациент пережил. А теперь получается, организм в то время мобилизировался, теперь он как бы расслабился, и вот эти все негативные факторы, которые, ну, конечно, действовали, они сыграли свою роль. Поэтому, конечно, сложно, мы всегда говорим пациентам меньше стресса. Да, вот я тоже всегда, вы знаете, этой фразе удивляюсь. Ну как вот себя заставить не нервничать и успокоиться? Понятно, что мы все к этому стремимся, да, но это очень тяжело, это гораздо тяжелее, чем сказать, что сегодня я не буду есть чипсы, или я вообще не буду никогда открывать эту вредную пачку. Вы знаете, сейчас много внимания уделяется психологии, и по последним рекомендациям, по крайней мере, рекомендовано в нашей даже обычной поликлинике добавить таких специалистов, как медицинских психологов, к которым могут обратиться наши пациенты. Психология, и второй момент, сейчас вот рекомендованы дыхательные практики. Не обязательно заниматься йогой, есть просто упражнения, связанные с дыханием, когда можно человеку расслабиться, отдохнуть. Очень важно, что вот при стрессовой ситуации человек не может расслабиться. Я могу так сказать, что мне тоже, например, это бывает очень сложно сделать, но так как вот, пожалуйста, есть и видео в интернете, это несложно посмотреть, и как бы чисто каким-нибудь, может быть, пару упражнений, которые вам помогли бы, вот, например, возникла какая-то, да, острая стрессовая ситуация, но вы дали эмоции, пережили её, да, а теперь нужно, чтобы ваш организм отдохнул после неё, расслабился. Вот возьмите там, подышите, выйдите на свежий воздух, посмотрите на солнышко и улыбнитесь её нашему. Да, это, как мы уже сегодня сказали, очень сложно иногда бывает, хотя проще этого быть ничего не может, как-то найти время в рамках своего дня для того, чтобы насладиться просто вот тем, что окружает тебя. Но очень будем надеяться, что и наша сегодняшняя беседа подтолкнёт наших слушателей вот к таким действиям и прогуливаться почаще, и не есть вредную еду, и как-то прислушиваться к себе, сдавать анализы вовремя и держать своё сердце в тонусе, в самом лучшем смысле этого слова. Елена Михайловна, вам большое спасибо за то, что подключились к нашей студии, я вас благодарю. До свидания. Спасибо большое. Желаю всем хорошего дня. До свидания. Я от себя ещё добавлю, желаем всем хорошей работы вашего сердца. Накануне Всемирного дня сердца мы общались с доцентом кафедры внутренней медицины номер два Медицинской академии имени Георгиевского, Еленой Долей. Елена Михайловна была с нами на связи, дала много полезных советов. Не переключайтесь, дальше будет ещё интересная тема. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин